Я расскажу о только что свежепоявившейся статье Александра Георгиевича Пархомова. Она в журнале физических журналов, формирующихся направлений науки называется. Вот такой журнал появился. Официально он выходит при МГУ. Он недавно проставился тем, что в бюллетене комиссии по лженауке, Академии наук, ему посвятили пару строчек. Пару строчек они состояли в следующем. Они стоят в этом пару строчек. Говорят, что чиновник не в состоянии грамотно бывает оценить ценность того иного ученого. Потому что объясняют это так, что видишь, у него много публикаций. А эти публикации не настоящие. Они опубликованы в каком-нибудь журнале формирующихся направлений науки. И все типа того, что доверять вот этому нельзя, а надо доверять только правильным журналам, а не вот таким. На самом деле журнал замечательный, хорошо издается в шрифте и в обработке файлов. Те, кто с ним не знакомы, предлагаю с ним познакомиться. Он выходит достаточно часто. И так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, такой вот журнал. И вот там эта статья об экспериментах, которые были достаточно давно. То есть, по-моему, в апреле месяце, сейчас я посмотрю. Да, в апреле, в апреле, в апреле, в апреле, в апреле мае этого года. Вот, таким образом. Значит, в чем, что там наконец-то выполнено? Там, во-первых, в некоторых экспериментах использовался проточный калорометр. Калорометр? Калориметр. Калориметр. Вот так надо правильно говорить. Вот, это раз. А второе, значит, наконец-то там была решена проблема его недолгой работы. То есть, удалось один из семи экземпляров довести до 40 дней. Вот такое магическое русское число, 40 дней. После этого он скончался, да. Точно так же. Как его удалось довести до такого почтенного возраста? А тем способом, что использовали вольфрамовый нагревательный элемент. Вместо фехрали, я оказался прав тогда, по химическому составу, типа изменения изотопного топлива, говоря, что это фехрали, а не не хром. Вот. Вместо него начали использовать вольфрам. Поскольку вольфрам очень быстро окисляется на воздухе. Поэтому его использовали внутри вот этой самой атмосферы водорода. которая создана алюмино-гидридом никеля. Алюмино-гидридом лития. Вот. Которое было там создано. То есть, вот таким образом. И он действительно поработал 40 дней. Что удивительно. И тем не менее, хочется заметить, что по-прежнему существует интересная инженерная задача. Как заставить вот такой генератор работать долго. Значит, выход тепла с этим состоялось совсем немного. Всего лишь 20%. Вот так вот. 20% от чего? То есть, у нас та же самая ситуация. Трубочка. Которая находится внутри воды проточной. Мы по измерению температуры воды. Определяем, сколько у нас энергии выделилось. Вот. Значит, был другой реактор, который работал сутки. А, нет, всего лишь час. Тут вот ухитрился выделить достаточно много. То есть, больше, ну, порядка 50%. А вот этот всего 20%. 20% энергии. То есть, его берут. Сначала оттуда откачивают воздух, атмосферу. После этого начинается процесс нагрева. Атмосфера, давление там увеличивается. Начинается выделение тепла. Примерно от 1150 градусов. Пронагревает. Оно достаточно небольшое. То есть, на 2 грамма этого вещества. То есть, от 20 до 50 ватт. Как он устроен? Ну, давай еще раз. Нарисую, как он устроен. Просто те, кто могут посмотреть. Значит, трубочка вот такая лежит, да? Трубочка. Внутри этой трубочки есть, как бы, керамическая. Есть, как бы, полость, она запечатана, получается. Трубочка, поэтому в ней полость. И там алюминий, гидрид, лития находится. И находится никель, порошок. Алюминий, гидрид, лития? Вот. Алюминий, гидрид, лития. Вот. Он так и называется. Потом. Здесь у нас сверху идет нагревательный элемент. Нагревательный элемент здесь стоит. Вот так. Нагревательный элемент. Фехраль, нихром, ну, в дальнем случае, вольфран. И здесь, как бы, так, вода. И он начинает работать. Ну, плюс термопары, которые фиксируют его температуру. Кладется. Он достаточно длительный. Здесь температура на концах маленькая. Эмпоксидность малой запечатывает вот это дело. И она там держит. И начинают его нагревать нагревательным элементом. А температура здесь вначале достаточно большая возникает. То есть выше 1000 градусов, 1150, 1250. Начинают измерять мощность. С одной стороны, вот здесь мощность измеряют. Электрического тока, который дарька дается. А с другой стороны, выделяемая мощность. И они измеряют его таким образом, что в среднем за 40 дней получается порядка 20% всего. То есть вначале нет. Догрели до 1150 градусов. Началось выделение мощности дополнительной. И эта трубочка дает примерно 20, 30, 50 ватт мощности. Лишней. Избыточной. Но это немного, потому что потребляет она гораздо больше. Но тем не менее. Тем не менее. Потом, значит, это дело проходит. И после этого трубочка, ну, желательный элемент, перегорает по каким-то причинам. То бывает час, то несколько дней. А вот сейчас они из вольфрама 40 дней протянули. И он перегорает. После этого трубочку раскалывают. И на масс-спектрометре анализируют характер получившегося топлива. Хочу заметить, что хотя ситуация с вольфрамом, она нам улучшила картину, конечно. То есть мы теперь не можем говорить о том, что там появились новые химические элементы. И это следствие того, что туда выпал кусочки фехали из нагревательного элемента. Тем не менее, как бы это получается не очень красиво все равно. Все равно получается не очень красиво. Поэтому, грубо говоря, я бы порекомендовал эту трубочку бы прекратить работу реактора, не дожидаясь его разрушения. И проанализировать топливо. Ну, это мое, что деньги там, всякое прочее. Еще в тот момент, когда трубка сама по себе не разрушена. То есть вот эту самую залу, которую я там набирала. И вот они эту залу начинают анализировать. И видят, видят. Они вот пишут, что количество лития уменьшается более чем в 100 раз. Был литий много, теперь нет лития. То есть 1,1-2,1 грамма в массовом осуществлении. Затем алюминия. И алюминий тоже куда-то делся. Алюминий не дарит же. Нет алюминия теперь. Зато 80 изотопов увеличили свое содержание. То есть в некоторых два раза. Значит, это что? Изотоп бора. Логично, да, было бы. Если у нас есть ядерная реакция. Было бы разумно, что из лития, которого стало недоставать, получился бы бор. Железо, галлии. Ну, железо тоже. Помним, что у Вачева всегда железо. В конце концов появлялось. И это естественно, когда мы вот эту формулу для энергии связи рисуем, изотопов, то видим, что железо там на самом верху. Вот это в бугорке. Галлии, церрии, цирконии, стронции, висмут. Значит, галлия выросла очень сильно. То есть, значит, до 0,1 атомных процентов. Исходным топливом 0,007 процента. Значит, церрия особенно много. Его стало 6,3 процента. А в исходном топливе его всего 0,001 процента. То есть, чудовищно много церрии. Это можно все проанализировать. Вот. Но для нас самое важное, мы помним, что луганский эксперимент Росси, он фиксировал у нас две фундаментальные вещи. Во-первых, у нас литий, это и есть комбинация лития-6 и лития-7. Литий-7 практически перестает быть. Вместо меня стоит только литий-6. Так? Так. Дальше. И самое главное, луганский эксперимент фиксировал, что у нас происходило нарушение изотопного состава никеля. Я напомню, что тогда получалось, что из пяти изотопов никеля, которые находятся в природе, значит, 58-й, 60-й, 61-й, 62-й, 64-й, оставался практически полностью 62-й никель. Что очень странно. Могу объяснить, почему очень странно. Потому что было бы естественно, ну, что-то там происходит, что 58-го стало меньше, 60-го, 61-го, за счет того, что к ним присоединялись, грубо говоря, нейтроны или что-то нейтроноподобное. Вот тот же самый гидринный, да? И все превращало в 62-й никель. Но удивительно, что 64-го, которого, кстати, в природе всего лишь один процент, он тоже там у Росси переставал быть. И вместо него тоже опять возникал 62-й никель. Вот, все-ка, всякие вот эти странные, странные аномалии были. Здесь, и это важно видеть, очень важно видеть, что никаких аномалий никеля не обнаружено. Видно, что исходное топливо по своему изотопному составу отличается от природного. Не очень сильно оно отличается, на 1-2 процента. Ну, например, в природе полагается 68% этого 58-го изотопа никеля, а здесь всего 65,5% в топливе. А когда он поработает, ну, что-то произошло отклонение, ну, совершенно несущественное тоже. И это, как бы так, чрезвычайно интересное. Объясняется это тем, сам Пархомов объясняет это тем в статье, что энергия у них мало выделилась, хотя их реактор работал, ну, больше месяца, то есть больше, чем у Российских реакторов. Ну, выделение тепла у них получилось гораздо меньше, и поэтому они полагают, что никакого нарушения изотопного состава никеля по этой причине не произошло. Ракция слишком слабая. Ну, мы помним мнение заместителя директора радиоинститута, господина Римского-Ковского, который говорит, что Россий добился изменения изотопного состава никеля тем, что из рукава подсыпал нужный изотоп никеля в нужных количествах. Ты взял, что второго туда накидал из рукава, и несчастные лугановские экспериментаты пошли его и на самом деле взяли и определили. Вот, такое вот мнение. Вот здесь получилось, что никакого аномального нарушения изотопного состава не зафиксировано. Конечно, то, что там в серии появился что-то еще, это как бы так интересно, но я еще раз повторяю, что интересно представляло бы, если бы мы взяли бы, остановили реактор до его разрушения. То есть не из осколков сплавившегося от топлива что-то сделали, а остановили, когда он еще работал. То есть, чтобы не было перегоревшей трубочки, перегоревшего нагревательного элемента, всякого прочего. И тогда бы... Это же керамидично, но нагревательный элемент перегорел, ну и что? Ну, так нет, просто проблема состоит, что кусочками трубочки и кусочками нагревательного элемента, вот раньше, вот я же, как я объяснял изотопный состав, который очень напоминал по составу ФИХРА, что куски нагревательного элемента сгоревшего попали в залог. Попали, вот мы их и намерили. Трубочка же керамидичная какая-то закопала. Она его прожигает. В первых экспериментах она его прожигает. Почему? Потому что алюминий, гидрид лития, он очень сильно впитывает в себя влагу. Когда появляется влага промышленности, образуется у нас кислота. Эта кислота прожигает все. Вот такова была моя посылка тогда. При этом, как бы, элементы трубочки и что-то еще, здесь не исключен какой-то процесс. Поэтому очень важно было бы остановить эту штуку до конца. Это хорошо, что делали вольфрамы, да? Что вольфрамы нагревательные элементы. Остановить этот процесс не до его перегорания, а где-то посередине работы. И тогда померить, что там получилось с топливом. И тогда уж будет интересно. Подтвердятся все эти данные, что там у нас церя много очень. Но с другой стороны, откуда церя-то взяться-то? Теоретически-то, в таких количествах. Цирконий, Стронций, Висмут. Ну вот, тем не менее, все это как бы так чрезвычайно интересно. Значит, вообще общее впечатление от всего этого, что, конечно, реакция идет физическая. Ну вот так, если взять непринтересный человек. Но если нам хочется доказательной силы, то все эти, как бы, разговоры в пользу бедных. Ты говоришь, что у тебя 20%, но мы смотрим данные, а у него погрешность на теплопотере 4%. Но где-то 4% и 20% это одного же порядка, к этому уже можно придираться. Ты можешь сказать, что-то вымерили, что-то не так. Вы что-то там не учли. Высокую скважинность сигнала, вот, например. Да, отключение этого синусонидальной формы. Про то, что ты говорил, прошло. Вы все это дело не учли. То есть, как бы, всегда здесь есть к чему придираться. А во-вторых, значит, господа, то, что у вас там химические элементы появились, это хорошо. Но кто их знает, откуда появились. Из чего у вас там трубочка сделана, вот эта керамическая. Что в ней есть, а что в ней нет. Это же непонятно. Остатки этой трубочки могли туда попадаться. К этому тоже можно придираться. Вот, можно придираться. Второе, к чему можно придираться, это фундаментально. Там, говорят, все самый главный пафос был луганского эксперимента, что у вас... В общем, луганского. А? В общем, луганского. Ну, потому что Россий туда притащил, в Луган, свою установку. Собрал там профессору. Ты был на этом семинаре? Не был. На этом. Собрал установку. Ее там в течение нескольких недель, круглосуточно, снимали камеры, проверяли. В основном шведы и итальянские профессора. Написали большой многостраничный отчет. Каждый занимался своим поведением. Кто-то считал, выделившееся тепло аномальное, он там был где-то в три раза больше, чем затраченное. Кто-то анализировал топливо, что-либо еще. Но люди достаточно авторитетные, наверное, не ангажированные. И поэтому, как бы, их отчету можно доверять. После этого. Вот, такова, значит, эта ситуация. Обязательно, почему бы было у Лугана? Ну, потому что это не территория Россия. То есть, они сами сняли это помещение. А Россия просто принял свою трубочку. Ну вот, таким образом. И, конечно, он присутствовал, например, при изъятии топлива. Он просто взял болгаркой, сбил трубочку. И здесь, наверное, вот, если вернуть к Тёмскому корскому, из рукава подсыпал шведов второго изотопа никеля. Вот, подсыпал, значит, туда тихонечко. И проводили, проводили вот это. То есть, он к этому не имел никакого отношения сам по себе. Но у него, то есть, видите, очень важно видеть эту разницу, связь между Пахомовым и Россией. То есть, физическое представление требует, что наше, чтобы была независимая проверка. Да, требуется. Какой другой исследователь повторил тот же эксперимент? Он его повторил. Но в каком-то более ослабленном виде, то есть, Пахомов его повторил, по сути. То есть, там, те эффекты, которые для России были существенными, Пахомову не удалось наблюдать. То есть, не удалось нарушение изотопроводного состава никеля наблюдать. И не те. Не удалось. Вот, это как бы важно. Во-вторых, оказывается, что таких повторений как бы очень мало. Ну, вот еще группа Степанова на глушных есть. Еще про некоторые говорят, где статьи не опубликованы. Ну, вот он говорит про эксперименты. Ой, сейчас, на кого он ссылается? Ну, он ссылается на собственный обзор, в основном. Так, смешно, в общем-то. На свои, на собственный обзор. Ректор Буряка. Вот, все вот это. Их как бы мало. То есть, в этом сейчас картинка очень напоминает ситуацию, которая была с лейшманом и японцем. То есть, там тоже кто-то повторил, а большинство не смогли повторить. И сейчас понятно, почему не смогли повторить. Потому что время гидрирования у флешмана японца, оно должно было составлять, ну, даже не месяц. Ну, год, полгода, вот так. То есть, я могу повезти, ты два месяца занимался этим электролизом, у тебя появились нейтроны, да? А могло не повезти. И эта ситуация продолжалась до тех пор, пока недавно умерший, два месяца назад, человек с типично русской именем и фамилией, именем Станислав, а фамилией Шпак, вот, но он американец, ну, понятно, какие он корни имеет. Пока Станислав Шпак не подумал, не придумал, как достигать этого эффекта флешмана японца просто и эффективно. Я напомню, он в чём состоялся, что у нас был паладивый электрод, у нас был там паладивый электрод, значит, такой какой-то был, здесь. И здесь посередине шёл, значит, из раствора, здесь раствор был, здесь был литий-О-Аш, небольшое количество, и в основном гидрировая вода. И у нас на одном из электродов начинал дейтерий выделяться, и часть его дейтерия проникала в паладивый электрод. Возникало аномальное повышение электрической, ой, тепловой мощности опять, которую кто-то фиксировал, кто-то не фиксировал. Вот Рэндал Миллс, который после раз рассказывал, он говорит, что в Калифорнии и в Массажутском университете просто колориметр не позволял померить его эффективно. И физики сделали некоторые неоправданные излучения, о том, что Понц и Флешман мошенники. Вот. До той простой причине. До той поры. И вот эту реакцию надо было длить очень долго. То есть 10-7 секунд, 10-8 секунд, то есть годами надо было, чтобы это продолжалось. Тогда ты достигал здесь необходимой степени гидрирования, 0,97 приблизительно. И у тебя шла реакция. Вот у первоначальной Калифорнийской и Массачусетской группы, у них, судя по всему, гидрирование было на уровне 50%. И они после их экспериментов поставили это уже через месяц-два, они уже заявляли, что там ничего не могло быть. Так вам гидрировать год только надо было. Как вы могли заявить, что там ничего нет? Но тем не менее, это вот странно, это штука, когда у одного экспериментатора что-то получается, у другого не получается. Это как обычно, как все знают, это синдром системного администратора. Сидит человек в офисе, ставит программу, ставит, она у него не встает. Он зовет системного администратора, он ее ставит, то есть делает то же самое, а она встает. И здесь точно так же была вот эта первоначальная картина, она такая. То есть люди гидрируют, гидрируют, месяц-два, эффекта нет. А другой погидрировал пару-две-три недели, у него эффект уже появился, то есть нормальное появление нейтронов, допустим. Что придумал Станислав Шпак? Он придумал сюда добавлять хлорид, хлорид палладия. То есть палладий в электрод и хлорид палладия. То есть по большому счету, у нас теперь реакция стала не такая, что подбегает к нам вот этот детерий, и туда в палладий вот этот самый протискивается долгое полное электрическое поле, его забивают туда. А тем, что у тебя, он сюда был, а сверху еще у тебя слои как бы палладия возникают, потому что он разлагается на хлорой палладии, собственно, да? и сверху кладутся, значит, эти слои палладия. И у тебя в результате, в общем, детерирование вот это происходит, вот этого самого палладия, гораздо более эффективно, быстрее, то есть там несколько часов достаточно, и лучше. Но настолько, что я смотрел сейчас фильм недавно, он назывался «Идеалисты», про флешмана-японца. Так они взяли какого-то школьника, и школьник у них этот эксперимент подтвердил, купив просто-напросто в каком-то там интернет-магазине все необходимые для этого пребамбасы. В первую очередь, хлорид палладия. Ну, мы понимаем, что простому русскому такой эксперимент не достоин, потому что, во-первых, палладия, во-вторых, хлорид. Ну, теоретически, у кого есть какие-то средства, можно купить, попытаться, купить это где-то на Западе, и он вполне возможно до нас дойдет. Ну, интересно, что после того, как вот Шпак вот эту самую штуку придумал, вот эксперимент флешмана-японца стала 100% подтверждаем. Сейчас, похоже, что у Пархома и Росси именно такой самый период. Скорее всего, у Росси есть еще какой-то компонент, или какое-то своеобразное устройство, еще что-то есть, о котором мы как бы так пока не знаем, и сам это устройство скрывает. И удалось это ему сделать в течение четверти века экспериментов, грубо говоря. Ну, 20 лет, на самом деле. С 91 по 11 год. А мы вот это сейчас воспроизвести не можем. То есть, как бы, для этой ситуации нынешней, вот с никелем и алюминиегидридом, нужен, как бы, новый Станислав Шпак, потому что предыдущий, ну, два месяца или месяца назад скончался. Ему 90 лет уже было. И вот. А откуда он все это придумал? А потому что он работал в МФ США и занимался аккумуляторами. То есть, у него электролитические реакции были привычные, он о них очень много знал. И вот он такое простое, элегантное решение предложил. Я всем предлагаю им насладиться просто. Просто добавляешь, что холодит палладия, и у тебя начинают слоями, там еще и палладия вычислить. Слой, грубо говоря, водорода, потом палладия, слой водорода палладия. И в результате тебе удается эту реакцию очень сильно ускорить и усилить. И сделать ее, безусловным образом, абсолютно доступный. Этот школьник, а вот блин, этот школьник, используя средства нормальной школьной лаборатории физической американской, мог фиксировать какие-то частицы, которые по всем признакам были нейтроны. То есть, представляешь, оснащение, да? Вспомнить оснащение физической лаборатории физмошколы при университете? Да? Хотя бы. И вспомнить такую. У каждой школьник, например, есть установка, которая позволяет проспределить его опыт меликена. Это опыт, эксперимент, в котором был впервые открытый электрон. Когда у тебя садились на капельки жидкости какие-то заряды, и мы их поведение, на их микроскоп наблюдали, их поведение было эквивалентно такому, чтобы, условно, этот заряд на них квантуется кусочками, начиная от двух зарядов электрона и выше, вот такая вот, это такой вот классический эксперимент. У них эта установка есть в каждой школе, в американской. Поэтому, как бы, помните, в британской школе года три-четыре назад говорили, что кто-то термоядерносинтез сделал на фузере, школьник тоже. Ну, это первый человек, которому было 14 лет, он его, в основном, сделал, как бы, тогда. Ну, это уровень, уровень, я сейчас не ощущение. Он сделал его примерно за полторы тысячи фунтов. Просто с их оснащенностью, с их количеством денег, которые они тратят просто на оснащение на школьных физических лабораторий, вопрос показывается, почему они не обошли нас навсегда. Ну, навсегда просто. Ну, несопоставимые же возможности. Понимаешь, несопоставимые возможности доходов ученых, от из-за того, что ты заниматься наукой, ты должен, в элементарном смысле, должен быть защищен. Ну, просто. Что у тебя было, есть что-то пожрать, там, есть где жить, там, еще что-либо еще. Вот. При всем, при таких, таких вещах. То есть, есть средства на какой-то эксперимент. Flashman & Ponds в этом же фильме рассказывает нам о том, что они потратили, смешно сказать, 100 тысяч и всего лишь 100 тысяч долларов из собственных средств. Ну, представьте себе, это 80-х годов 100 тысяч, то есть, это где-то 300-400 тысяч долларов современно. То есть, во-первых, эти средства должны ученые иметь, как бы, и деньги должны быть у него не последние. А во-вторых, сама фантастичность с точки зрения русского, грубо говоря, этой самой суммы в 300-400 тысяч, ну, просто, она же фантастическая. Вот. Почему они нас не обогнали навсегда? Я думаю, что как раз является их, в этом смысле, не успех, это является положением их достоинства. А именно, если мы посмотрим в тем же ситуацию с Флэшманом и Понцем, мы поняли, что дальше речь пошла буквально об их расширмовании, то есть, была охота на ведьм. Их прокляли, их над ними издевались, над ними смеялись. Понцему нужно было даже лишиться гражданства американского. Он продал свой дом, он лишился работы в университете, он уехал из страны, из Америки. Но Флэшману было проще, потому что он был гражданином Британии, британским гражданином. В общем, он как бы так, из Венгрии, по-моему, но его во время войны установила чета евреев из Британии. И благодарность им за то, что они его спасли, он сирота. И он взял их фамилию, носил сюда Флэшмана. Вот. Такова, значит, эта ситуация. И вот этот их большевизм, желание принять по какого-то рода обструкцию, попытка навязать единственно правильную линию партии, которая существует в Америки. Вот подобного рода большевизм. А большевизм это термин Людмила Дмитриевича Фадеева применения к американской науке. Он, грубо говоря, сыграл здесь определенного рода нейтральную, негативную роль. То есть у нас, как ни странно, лженаукой, то есть непризнанным официальным направлением, заниматься в чем-то смысле проще. Денег нет, но зато давление гораздо меньше. Ну какая-то там комиссия по лженауке, ну ха-ха, ну кого она волнует, кого всякие. То есть лженаукой у нас заниматься в этом смысле проще. У них заниматься этим делом у нас сложнее. Вот я у Михаила Вербицкого читал про какого-то крупного математика американского, который построился с еще более крупным американским математиком. И в результате в течение нескольких десятилетий уже не может нигде опубликоваться. Что у нас практически немыслимо. Но у нас ты поссоришься с кем-то, даже очень сильно, но все равно где-то как-то будешь публиковаться. Ну тебе, конечно, будет не очень приятно жить, но ты сможешь выживать, по крайней мере. Там ты не можешь сделать то же самое. Это привычка устраивать обструкцию и бойкот по любому поводу. Я читал тоже про какого-то российского математика. Мы помним вот этот так называемый антисемитизм, который существовал в институте имени Стеклова, не в нашем отделении, а в московском под руководством академии Виноградово, где все валят на трех человек, то есть на, собственно, Виноградова, на Пантрягина, ну, понятно, что величина выдающаяся. Ну и, как ни странно, немного еще на Ладрентьева, на старшего, крашен по батону, по этому поводу. И какой-то математик из этих кругов приехал бы в Калифорнию, и он был подвернут реальной травле, вот реальной просто. Потому что как бы его обвиняли как антисемита. То есть для них перейти от ситуации научной дискуссии к ситуации прямой травли, для них это нормально, как они сделали с Флешером Понсом или что-либо еще. То есть похоже, что большевизм у них распространен науки еще сильнее. То есть они приходят явно, мгновенно, что чего у нас все-таки нет. Но у нас человек делает какие-то ритуальные заключения по тебе, может не соглашаться, но чтобы переходить в этой ситуации прямой травли, вот у нас такого нет. И это, как грубо говоря, является определенного рода спасением от российской науки. Без всего этого прочего. Плюс ее дырявый характер. То есть ты можешь заниматься основным вопросом где-то там в уголке, заниматься теми вопросами, которые тебе интересны. Если бы она была стопроцентно управляема, как сейчас пытаются сделать, то значит тебе бы эти возможности полностью бы ликвидировали. То есть, как ни странно, определенного рода низкая управляемость, то есть свобода в исследовательных своих поступках, своих действиях, она тоже играет в науке. Мы сейчас еще живем как бы достижениями советской науки, а в советские времена там, в принципе, с финансированием и все было нормально. Ну, не было никогда нормально. Не было. По сравнению со Штатами сегодняшними никогда не было ничего даже близкого. Но то, что до сих пор Академия наук является лидером по количеству научных публикаций в пересчете потребований на доллара, то есть на финансирование, то есть на самые дешевые научные публикации можно добиться. В этом смысле наша наука самая эффективная в мире. Академическая по крайней мере. Самая эффективная наука в мире. Это действительно вот так Ну вот, такие вот вещи